Выступление президента России Владимира Путина на экономическом форуме в Санкт-Петербурге стало поводом к обсуждению будущего отношений России и Украины. Заинтересовались вопросом и крымские политологи. Они также не без интереса наблюдают за ходом выборов президента Украины, которые, несмотря на условия гражданской войны и крайней степени социально-политической нестабильности, все же решили проводить. Известный крымский политолог Александр Ферманчук следит за развитием событий на Украине, детально анализируя каждое мнение и комментарии по этому вопросу. Недавнее выступление Владимира Путина для многих скептиков стало настоящим откровением. Санкт-Петербургский форум тоже показал, что Россия, в отличие от Украины, является государством, которое становится с колен, которое становится все сильнее. И в этом смысле она может, так сказать, диктовать определенные условия Украине. И если бы в Украине были более трезвые политики, что подчеркнул Путин, то, наверное, можно было бы договориться таким образом, чтобы эти два дружественные государства развивались в интересах друг друга. События на Украине тем временем не просто обострились, а уже перешли от стадии гражданской войны к неприкрытому геноциду, читает еще один крымский эксперт Владимир Джаралла. Страна, в которой массово гибнет гражданское население, пропадают без вести иностранные журналисты. Вместо того, чтобы тушить всеми силами пламя конфликта, разжигают его еще больше, устраивая противоречащие нормам украинской конституции выборы. Естественно, эти выборы являются нелегитимными, потому что, как очень точно заметил наш президент Владимир Путин, украинские выборы проходят в условиях, когда вообще-то действующий президент Виктор Янукович не отказался от своего поста и формально является президентом Украины. Более того, в стране него должности не произошло. Более того, в стране идет гражданская война, и значительная часть ее территории, до трети, фактически не участвует в этих выборах. По общему мнению экспертов, те процессы, которые на данный момент уже происходят в Украине, необратимы, по меньшей мере, включая продолжение антироссийской политики. Украина переживает непростую для себя ситуацию дезинтеграции государственной. То есть, она фактически распадается. И весь вопрос стоит в том, на каких границах может завершиться или остановиться этот процесс. Остановить его в целом невозможно. Пока кандидаты на пост украинского президента думают, что народ именно в них видит решение всех проблем, крымские политологи особых иллюзий не питают. По их мнению, исход выборов уже давно предопределили из-за океана. Егор Петрунин, Игорь Романенков, Время новостей.